Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Похоронила мужа, родила пятерых детей и все ради полутора миллиона рублей. Жительница Ингушетии получила пособие в Дагестане на основании поддельных документов. Одно из лучших комфортных мест для туристов. Махачкала в топе 10 городов с самыми популярными направлениями для путешествий. 50 рублей вместо 1000. На самых загруженных улицах Махачкалы в скором времени заработают платные парковки. В чем их преимущество? Смотрите в выпуске. Жительница Ингушетии получила пособие в Дагестане на основании поддельных документов о смерти мужа. Следком региона возбудил уголовное дело в отношении 36-летней женщины по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая еще в октябре 2019 года обратилась в отделение пенсионного фонда с заявлением о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца. Она предоставила подложные документы о ее проживании в Хасавюрте, о смерти мужа и рождении пятерых детей. Таким образом, женщине незаконно было выплачено около полутора миллиона рублей. Махачкала в топе 10 городов с самыми популярными направлениями для путешествий по России этой весной. Такие данные приводит один из сервисов бронирования отелей и квартир. Он составил рейтинг регионов, в которых зафиксировано больше всего запросов на отдых с марта по май 2024 года. Продолжительность запланированных поездок от 3 до 7 дней. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Как отмечают специалисты сервиса, за прошедшее год число решивших путешествовать значительно выросло. В Махачкале в скором времени заработают платные парковки. Пока они действуют в тестовом режиме и уже вызывают у жителей столицы массу вопросов. Как бронировать место, какова будет стоимость одного часа остановки и что следует за игнорирование новых правил, узнавала Тамара Самедова. Ей слово. Платные парковки в центре столицы сейчас работают в тестовом режиме, чтобы было у всех время привыкнуть. Но ее появление здесь для многих стало неожиданностью, причем не самое приятное. Реакция водителей, в общем-то, проста. Сначала приходит возмущение якобы, почему я должен платить за то, что раньше было бесплатным. А потом недоумение. А как платить? Установили, пришли спокойно, молча, тихо. Люди же не знают. И стоимость они написали, штраф тоже написали. Штрафоват они будут аккуратно, прекрасно я это знаю. Но люди же должны знать. Все очень просто, разъясняют эксперты. Способов оплаты несколько. Можно через паркомат, мобильное приложение или через смс. Не оплатишь, попадешь под штраф. А он немалый. Тысяча рублей. Цена одного часа же парковки куда гуманнее. 50 рублей. Самый простой – это скачать приложение «Рупаркинг», в котором необходимо будет зарегистрироваться, внести деньги на соответствующий счет, с которого при стоянке на платной парковке и при нажатии кнопки «припарковался» будет списана установленная сумма. Для уставшей от трафика центра столицы тут одни плюсы, говорят специалисты. И делается это исключительно для комфорта горожан и во избежание пропок. Но жители столицы по-разному смотрят на данную инициативу. Броти, потому что это, во-первых, для тех, которые здесь работают на рынке, им плохо, потому что они захотят сюда прийти. Покупки делал, каждый час платить за стоянку. Подобно этому. Меньше и меньше будет здесь. Как вы относитесь к платным парковкам? Поддерживаете ли такую идею в целом? Поддерживаю, все нормально. Уже и в других городах такое существует. Ну, удобно. Оплатил и как бы встал, где тебе хочется. Я поддерживаю. Это давно надо было, не только вообще. Так же, как и Москве. Здесь надо было давно везти. Здесь сутками паркуются. На рынок люди приезжают, некуда машину поставить, оставившись где-то вообще. Потом раз приезжает это ГАИ и забирают машину. А здесь сутками стоят. Это брошенные машины. Все приезжают сюда с утра или ночами тоже здесь машины всегда груженные бывают. Никакой толка же не будет, что платный. Вы считаете, что картина от этого не поменяется? Не поменяется. Такие скопления машины получают, когда бесплатно все их делают. Когда платные, уже будут люди смотрят. Может, если даже не нужно ему, если даже нужно, он будет думать, что мне парковаться из-за какой-то мелочи. Можно потом поехать, приехать, кто-то поставить. Я за платную парковку, безусловно. В пилотном варианте администрации города предложено четыре главных участка на Батырае, Толстого, Каркмасово и Абабакарова. Плату за стоянку на этих местах начнут взимать только с 25 марта. Пока они функционируют в тестовом режиме, чтобы водители привыкли к нововведению. На сегодняшний день, как я сказал, действует тестовый режим. И если вдруг, допустим, гражданин получил штраф на сегодняшний день за парковку, то он его получает не за то, что он ее не оплатил, а за то, что он припарковался и не поправил. Мы почему освобождаем здесь пространство? Допустим, нет необходимости парковаться на постоянной основе. Вот вы можете приехать сюда, найти свободное место, выгрузить, допустим, товар, либо встретить человека, либо проводить человека на рынок, отъехать, выживаться на этой 15 минут, через какое-то время вернуться снова, забрать человека и уехать. То есть вы можете даже этот участок времени даже не оплачивать. Время работы платных парковок с 8 утра до 8 вечера. Бесплатно остановиться можно будет на 15 минут и в ночное время. Ну а специальным транспортным инвалидам разрешается круглосуточно. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Шамиль Хирея Сулаев. Новости ННТ, Махачкала. Крупномасштабные учения МЧС по безаварийному пропуску весеннего половодия и тушению природных пожаров начались в Дагестане. Действия специалисты отрабатывают на территории Кизелюртовского района. На месте была проверена готовность к чрезвычайным ситуациям аэромобильной группировки. Специалисты оттачивают свои навыки по спасению пострадавших на реке и во время природного пожара. В частности, их эвакуации с использованием альпинистского снаряжения и авиации. С применением беспилотных авиационных систем был проведенный мониторинг паводковой ситуации. Затем сотрудники МЧС приступили к откачке подтопленных участков и к берегоукрепительной работе. Муфти Дагестана провел очередную встречу с делегацией из Ергебельского района. В ходе собрания обсуждали вопросы по улучшению духовно-нравственной работы среди местного населения. Участниками встречи стали как религиозные деятели, так и представители власти, активисты и аксакалы. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Духовное богатство – залог счастливого будущего. На встрече с Муфтием Дагестана представители Ергебельского района говорили как о проделанной работе по улучшению благонравия населения, так и о планах на будущее. Представители местной администрации отметили огромную пользу совместной работы с Муфтиятом республики. На район сказывается работа духовенства. Были периоды у нас, когда практически во всех районах проводились какие-то контрревористические операции. Это были 5, 6, 7, 10 лет назад. Ергебельский район, благодаря совместной нашей работе, сохранилось. Вокруг во всех районах это проходило, КТО. Наш район, можно сказать, и духовенство, и силовые структуры, и администрация, и джамат, общество, и совет старейшин Ергебельского района. И так мы сегодня видим вопросы, начиная с пожар, они первыми, где-то ковид, они первыми, где-то другая работа, первыми. Для нас, для администрации, всегда они оказывали максимальную поддержку. Имам района обратил внимание, что активно ведется работа по распространению достоверных знаний об исламе. Тем самым это позволяет защитить молодежь от пагубных привычек и экстремистских взглядов. Насеха сделал каждому школьнику, студенту, каждому человеку, каждому человеку должен быть номер своего местного имама. Если какая-нибудь проблема будет, сразу позвонит. Вот такой-то человек или такая-то информация, интернет, ролик, есть вот такое вы, что скажете. Основной мы, вот это, в школе с школьниками, вот, в последнее время, то, что связано с этими наркотиками, тоже у нас много проблем. Мы стараемся заводить, что наши предки не были такими, что надо уважать старших. Вот в таком плане или вот на это. И хотим, и стараемся акцентировать, чтобы в основном правильная информация дошла до людей. Муфти Дагестана в своем выступлении в первую очередь призвал благодарить Аллаха за возможность говорить об исламе. Важно также работать с молодежью индивидуально. И отметил, чтобы общество было здоровым и развивалось, необходимо ликвидировать безграмотность. Наши исламские учебные заведения разделены на три уровня – колледж, институт и магистратура. Я считаю, что каждому подростку, будь то мальчику или девочке, который окончил 9 или 11 классов, необходимо пройти обучение хотя бы первого уровня. Будет очень хорошо получить базовые религиозные знания. А после окончания медресе при желании можно поступить в другой вуз, дабы приобрести иную профессию. Духовный лидер напомнил, что смуты в странах начинаются митингами. И в качестве примера привел Сирию, где из-за несогласованных действий исламских ученых началась гражданская война, где погибли миллионы людей. В сирийском городе Хомсе до войны проживало 4 миллиона человек, а всего в Сирии 25 миллионов. После войны в Хомсе осталось 400 тысяч человек, а в Сирии 12 миллионов, в том числе пострадавшие инвалиды-калеки. Я спросил известного сирийского ученого Мустафу Буга, можно ли было избежать войны. Он ответил, что да. Я поинтересовался, каким же образом. Он ответил, что когда президент Сирии собрал местных исламских ученых и попросил их решить вопрос мирным путем, чтобы прекратить митинги и беспорядки в стране, 11 ученых не смогли объединиться и сойтись на чем-то одном. Об этом говорит Мустафа Буга. Последствия этих разногласий мы видим сегодня, поэтому каким бы хрупким ни был мир, он лучше, чем война. Встреча завершилась вручением благодарственных грамот и памятных подарков активным представителям района. Следом состоялась встреча шейха Ахмада Фанди с юными гиргебельцами, а именно с детьми из села Кикуни. Около 90 ребят, которые принимают участие в марафоне, он заключается в совершении всех намазов мечети за имамом в течение 40 дней. Духовный лидер был очень рад встрече с ними и пожелал им и их родителям всего самого наилучшего в обоих мирах. На протяжении 40 дней люди должны были ходить на все пять намазов. Они как бы обязательны, но поскольку есть небольшая проблема с посещением вообще мечети, сделал такой марафон, что очень даже хорошо. Намазы обязательны, действие для мусульман. И если ты его совершаешь дома, это хорошо, но если ты совершаешь мечеть, ты получаешь дополнительное вознаграждение за это в будущем. Поначалу было трудно просыпаться рано утром, чтобы ходить в мечеть, но в дальнейшем как-то вошло в привычку это и стало даже как-то весело. Было немного сложновато, но каждый раз, когда ходили, мы всем классом ходили, поэтому с каждым разом все становилось легче. Было соперничество, и чтобы победить, мы очень много старались. Каждый раз, когда мы ходили в мечеть, то есть это уже привычка заходила, и я собираюсь с дальнейшим тоже ходить в мечеть. Дети по окончанию марафона получат ценные подарки от организаторов, в том числе велосипеды, ну и, конечно, приобретут добрую привычку совершать намазы в мечети за имамом. В преддверии месяца Рамадан в Дагестанском и Исламском университете руководство вуза организовало маджлист, на котором наградили выделившихся студентов и их преподавателей. Читали мавлиды и разыгрывали две путевки на Малый Хадж. Айша Тухаева продолжит. Университет носит имя Мухаммад Арифа Афанди, выдающегося праведника и тарикатского шейха. Существует диус 2000 года и каждый год выпускает лучших богословов современности. Для тех, кто полюбил исламскую науку и выбрал путь ее изучения, вуз становится любимее, чем родной дом. Приглашенные на маджлист богословы, все выпускники ДИУ признавались в глубокой преданности учебному заведению. Самое главное в этом, в организации этого маджлиста, поверьте мне, это любовь и уважительное отношение руководствий к вам. Это все сегодня сделали для того, чтобы как подарок для мутаалимов. В Дагестанском исламском университете преподают лучшие умы исламской умы. Так, 12 лет назад одним из преподавателей ДИУ стал сирийский педагог Муханад Атсака. Сегодня он уже доктор наук, заместитель муфтия Дагестана и один из самых строгих преподавателей вуза. После своего выступления на арабском языке, в котором он призвал студентов еще больше прилагать усердие в учебе, он вручил денежные премии отличникам. Учитывая знания каждого курса, организаторы маджлиса составили исламские вопросы для студентов. Ответившим правильно, вручали подарочные сертификаты от исламского магазина. Награждали также и преподавателей, отличившихся студентов. Между ними в ходе розыгрыша были вручены две путевки на Малый Хадж. По радостной реакции студентов было заметно, какая добрая атмосфера царит во взаимоотношениях учителей и учеников. Успешная учеба в Дагестанском Исламском Университете дается сильным умом и духом студентам. Это глубокие знания, которые много лет бережно передавали исламские ученые. Любовь к знаниям приводит в стены ДИУ молодых людей из разных уголков России и других стран. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Махачкала. Азарт борьбы и хорошее настроение. На полях Анжа-арены в Каспийске завершился первый сезон корпоративной футбольной лиги компании ДНЭБ. В спор за победу, а также денежные призы, вступали восемь коллективов. Они представляли разные отделы и филиалы компании. Как в ДНЭБе поддерживают дружескую атмосферу, узнавал мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Этот пушечный выстрел вывел вперед футболистов Хаса и приблизил их к золотым медалям турнира. Если первая половина матча против сотрудников офиса проходила в равной борьбе, то во второй 15-минутке игроки в розовой форме взяли инициативу в свои руки и довели дело до победы. Ваши аплодисменты, друзья! Ежегодный корпоративный турнир в этот раз решили провести в формате лиги. Каждые две недели команды собирались на полях Анжа-арены. Так, компания ДНЭБ создает для своих сотрудников площадку для неформального общения. Однако играть в футбол в полусилы здесь никто не намерен. Тут все по-настоящему. И спортивная борьба, и эмоции, и горячая поддержка болельщиков. Футбол у нас проходит уже ежегодно на протяжении порядка 10-12 лет, но он проходил в формате кубка 1-2 дня. По инициативе наших сотрудников, которые нашли поддержку в лице руководства, мы решили в этом году первый раз провести лигу, которая длилась на протяжении 5-6 месяцев. Как правило, у нас есть производственный цех, есть отдел продаж. И ребята, допустим, и те же самые ребята из Хасаверта, они, можно сказать, только на поле встречаются с коллегами с цеха, с коллегами Дербенского филиала, либо Махачкалинского. И здесь, на поле, это место, где они, можно сказать, знакомятся даже. 27 лет ДНЭБ – лидер рынка безалкогольных напитков Республики Дагестан. Все эти годы компания активно участвует в общественной жизни региона, регулярно поддерживает разные социальные проекты и направления. Отдельное внимание уделяется спорту. При содействии ДНЭБа проводятся региональные соревнования, крупные фестивали и масштабные забеги. Это здоровый образ жизни, потому что мы за нашу молодежь, за то, чтобы они действительно занимались спортом, участвовали в различных мероприятиях. Раньше мы проводили Кубок ДНЭБа в течение, наверное, нескольких последних лет. Но потом, по инициативе наших же работников, мы решили провести Лигу ДНЭБа. Турнир прошел, на мой взгляд, очень удачно, первый турнир, вы сами видели, какие были эмоции, насколько ребята вкладывались, насколько они отдавались этой игре. Этот турнир проводится для того, чтобы больше объединить коллектив. По итогам турнира вслед за дружиной из Хасавюрта расположились коллективы «Доставка» и «Лидер». Победители и призеры получили денежные сертификаты, а также другие подарки от руководства компании ДНЭБ. Без внимания не оставили и лучших игроков в индивидуальных номинациях. Награждение провел известный дагестанский футболист Шамиль Лахиалов и другие гости. Мы знаем, что ДНЭБ – это не просто компания, это социально ответственная компания в республике, которая помогает развивать спорт, помогает спортсменам, футболистам. А еще, что мне более отрадно, что ДНЭБ всегда помогает футболистам. И я всегда с радостью принимаю участие в таких турнирах, особенно, что касается футбола, спорта. Это как отвлечь молодежь от ненужных вещей. Поэтому ДНЭБ, я думаю, это делает благое дело для всей республики. По старой футбольной традиции, чемпионы будут пить из победного кубка. Здесь у Хаса свой пенный напиток, любимая всеми ДНЭБ Груша. Новый сезон лиги стартует осенью. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Таковы новости на сегодня. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова